На обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями льготников, а также специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов, Хакасия дополнительно получит почти 4 миллиона рублей. Объемы субвенции, которые направлялись регионам, были проиндексированы. Это решение потребовало дополнительного финансирования. Выделим еще около полутора миллиардов рублей. Это позволит дополнительно закупить лекарственные препараты для людей, которые получают поддержку от государства, подчеркнул Михаил Мишустин. Дополнительная субвенция позволит обеспечить доступность льготных лекарств Хакасии на должном уровне. 400 килограммов костей в логове гиен нашли в Хакасии. Древние останки спелеологи обнаружили в Инейской пещере, которая расположена в Усть-Абаканском районе. Возраст находок более 40 тысяч лет. Об этом сообщает Уральский федеральный университет. Останки доисторических гиен сохранились в целостности. Особую ценность имеют окаменелости детенышей и два черепа, отмечают палеонтологи, поскольку они редко сохраняются. Все находки, вероятно, крупнейшего логова гиен в Азии для дальнейшего изучения отправят в Екатеринбург. В селе Комунар Ширинского района сгорел покойник. Родственники во время прощания в доме не доглядели за свечами. Загорелся венок, пока звали на помощь, огонь охватил весь дом вместе с гробом и тело усопшего. Прибыв на место, пожарные справились с огнем за 8 минут, пишет МЧС Хакасии. Двое подростков пострадали в Красноярском крае, сообщают следователи. 15-летняя девушка во время прогулки с друзьями залезла на опору линии электропередач. Задела рукой один из проводов, который был под напряжением. Девушка получила сильный удар током, сейчас она в больнице в тяжелом состоянии. А вот спасти 14-летнего подростка врачам не удалось. Он с приятелем в заброшенном здании прыгал по бетонным плитам. Конструкция рухнула и придавила одного из ребят. Мальчика доставили в больницу, но помочь не смогли. Он скончался. Контролируйте досуг своих детей.